друзья в этом видео я расскажу вам про свой опыт эксплуатации снегохода тайга варяг 550 в модельного ряда 2019 года начнем с того что приобрел его летом 1012 года за 393 тысячи рублей у официального дилера сегодня этот снегоход уже стоит 419 тысяч рублей для тех кто не знает я расскажу его технические характеристики которые по моему мнению имеют важное значение для каждого снегоходчика двигатель rmz 550 мощность 55 лошадиных сил двухтактный двухкарбюраторный установлен на карбюраторе микуни отхождение воздушное система смазки совместно по трансмиссии вариатор имеется пониженная повышенная передача реверс нейтраль формаза гидравлические по электрооборудованию система запуска как электрическая так и ручная зажигание емкостное программируемое обогрев ручек руля и курка также присутствует емкость топливного бака 40 литров по подвеске передние телескопическое сходом 150 миллиметров задние склизовая сходом 385 миллиметров колея между лыж 960 миллиметров гусеница шириной 508 миллиметров с грунтозацепом 35 миллиметров сухая масса снегохода 280 килограммов ну вот пожалуй это основное по характеристикам после покупки снегохода я сразу загнал его в гараж и не трогал до первого снега перед обкаткой я не стал нигде проверять смазку а только убедился в том что все болты и гайки хорошо закручены дилер меня убедил что предпродажная подготовка проведена в полном объеме и можно не беспокоиться о правоте их слов я позже убедился при проведении первого то в полном объеме и вот эту скорость будет аккуратно отмечать черном полном Продолжение следует... Все мы знаем, что надежность и долговечность любой техники зависит от того, как мы ее обкатали. Вот и я решил подойти к этому вопросу со всей серьезностью. Внимательно изучил инструкцию завода и сейчас вам расскажу порядок обкатки. Продолжительность обкатки – это 300 км общего пробега. Нагрузка – только один водитель. Местность – лучше выбирать ровные участки с плотным снегом. Температура воздуха от минус 3 до минус 20 градусов Цельсия. Газовать лучше не более 75%, но изредка все равно необходимо давать интенсивные разгоны. Разбавлять топливо при обкатке нужно 1 к 33, то есть на 33 литра бензина мы льем 1 литр масла. После прохождения обкатки заливать топливо необходимо уже 1 к 40. Во время обкатки я применял фирменное масло от русской механики. Также во время обкатки после остановки снегохода я всегда давал ему поработать на холостом ходу около 15 секунд. Во-первых, это дает двигателю равномерное остывание, но во-вторых, корректно работает счетчик времени действия ограничителя на период обкатки. Мой ограничитель слетел примерно на 150 километров общего пробега и снегоход стал намного резвее. Что же я добавил в конструкцию своего снегохода? Самое первое, и я считаю главное, я заказал на Алиэкспресс и установил датчик ТВГ. Моя модель снегохода идет с приборной панелью косо, поэтому ничего сверлить, кроме отверстия в глушителе не пришлось. Конечно, я до сих пор не могу понять, почему такую важную деталь не ставят на заводе. Видимо, это какие-то проделки маркетологов, ведь оригинальный датчик стоит очень большие деньги. Ссылку на видео по установке датчика я прикрепил сверху. Но в описании к этому видео будет ссылка на датчик с Алиэкспресс, который, к слову, до сих пор работает без замечаний. Для удобства эксплуатации, спасибо моему подписчику за такой приятный презент, был установлен очень удобный кофр. Также я приобрел и установил на багажник снегохода очень удобные канистры по 10 литров от компании Экстрим Пласт. По совету моего хорошего знакомого и напарника в дальних экспедициях Дениса, я также заказал с Алиэкспресс просто шикарные недорогие очки для снегохода с термальными стеклами на магнитных держателях, которые не запотевают и быстро меняются на запасное. Кстати, на Алиэкспресс очень много продавцов таких очков, и было сложно выбрать самый выгодный вариант. Для поиска наиболее выгодного предложения я снова использовал сервис для браузера АлиРадар. Он отлично помогает оследить динамику цены, чтобы выбрать наиболее выгодный период для покупки. Также сервис показывает рейтинг продавца, находит похожие товары, и, конечно, здесь можно ознакомиться с отзывами реальных покупателей. Если приложение АлиРадар установить на смартфон, то можно также добавить выбранный товар в избранное, и сервис пришлет уведомление, когда цена снизится. Ссылку на сервис и на эти классные очки я оставлю в описании к видео. Ну и, конечно же, какие же выезды в лес без саней-волокуш? Свои сани я заказал в Стефкаре под мои размеры из ПНД. Впрочем, вы все их уже знаете. Ну а кто не видел еще видео про них, то ссылку я сейчас прикреплю сверху. Многие мои подписчики, которые приобрели снегоход такого же типа, спрашивают по температуре выхлопных газов. Не путайтесь с температурой двигателя. Так вот, красная сигнальная лампа на поделе приборов настроена изготовителем на 700 градусов Цельсия. Соответственно, я старался не доводить температуру выше этой отметки. После обкатки я сразу записался на прохождение ТО к официальному дилеру. Вот при его проведении я и убедился, что дилер действительно качественно проводит предпродажную подготовку. Все узлы и механизмы были отлично просприцованы. Болты и гайки не требовали дополнительной затяжки. Снегоходу были проведены все необходимые работы ПТО. Все отрегулировано, заменены необходимые жидкости. За время прохождения обкатки я заметил, что плохо включаются скорости. Сказал об этом мастеру, и он за несколько минут все исправил смещением коробки передач. Очень много километров за этот сезон пройдено весной, когда наст был очень твердый и приходилось придумывать какие-то скребки-царапки, чтобы снег закидывал на заднюю подвеску для смазания катков. Поэтому в планах на этот год приобрести такие скребки, которые можно найти также в интернете. На данный момент снегоход прошел около 1300 километров. За этот пробег он меня ни разу не подвел. Один раз из-за неопытности я залил свечи, но теперь таких проблем нет. В целом снегоход меня полностью устраивает. Какие только расстояния и препятствия мы с ним не преодолевали за этот сезон. Из всех передряг он вышел с высоко поднятой головой, то есть рулем, ну или фарой. Расход топлива, конечно, расстраивает. У меня выходило в среднем чуть меньше 40 литров на 100 километров. Но владельцу такой техники надо быть готовым к этим расходам. Друзья, я надеюсь, что данное видео было вам полезным и поможет в выборе снегохода. Оцените его лайком и оставьте комментарий. Подписывайтесь на канал, впереди нас ждут новые таежные приключения. Субтитры сделал DimaTorzok